Приветствую вас, друзья, на втором занятии. Мы продолжаем с того места, на котором мы остановились. Делаем большой стежок внутрь. И отсюда продолжаем прокладывать ряд. Но уже наоборот. Привязываю матовую пайетку сверху и блестящую снизу. Здесь не обязательно рисовать карандашом намеченные линии. Здесь мы просто прокладываем второй ряд. Рядом с предыдущим. И ставим иголочку с краю предыдущих пайеток. Создается уже очень явный эффект объема. Можете поэкспериментировать таким образом. Так, очередной ряд мы завершаем. Ставим закрепительный стежок. И снова уходим вовнутрь. Где будем теперь привязывать только блестящие пайетки по одной. То есть не две сразу, а по одной. Если хотите поэкспериментировать, можете сразу на иголочку нанизать две пайетки и привязать их поочередно. Так. Далее я подхожу к уголку. Делаю небольшой закрепительный стежок. И холостые пустые стежки прокладываю вниз до намеченной внутренней линии карандашом. И теперь по одной так же пайетке привязываю практически поверх проложенных холостых стежков наверх. Возможно у вас получится несколько другая история, немного другой рисунок. Но смысл в том, чтобы нам аккуратно запомнить пайетками образовавшуюся пустоту. Таким образом я прокладываю холостые стежки до намеченной линии. И затем начинаю заполнять их пайетками. То есть поверх этой линии мы прокладываем пайетки. И теперь уже мне осталось только проложить поверх этих пайеток еще один ряд с пайетками. Это несколько усложненная техника, но если разобраться, то в принципе можно это сделать уже сейчас. На второй части задания урока я покажу еще раз, как это сделать на втором крыле. На примере второго крыла. И далее мы просто прокладываем ряд пайеток, заполняем то место, то пустоту, которую у нас остается заполнить до внутренней намеченной линии. До такого вот сердечка, которое мы нарисовали внутри. Снова здесь я ставлю холостой стежок закрепительный. Затем прокладываю стежки обратно, пустые. Так как мне нужно хорошо заполнить пустоту. И теперь уже прокладываю пайетки поверх намеченной линии. Но здесь, обратите внимание, у меня получается нужно поставить одну пайетку, как бы в серединку ее вогнать, закрасить пустоту. И затем мы уже можем продолжить весь оставшийся ряд. Конечно, сложно здесь угадать логику, смысл тех манипуляций, которые я делаю, потому что они немножко действительно сложные. Но я надеюсь, что со временем вы разберетесь, как это сделать. На второй части задания, опять же, я еще раз покажу это на примере второго крыла. Как вот техникой рыбья чешуя, можно заполнить любую пустоту. Пустоту я говорю образно. Какие-то свободные места в рисунке, в композиции мы можем таким образом заполнить. Подхожу к краю, к уголку. И завершаю закрепительным стежком наше первое крыло. Поправлю где необходимо. И переходим ко второму крылу. Крылым.